На прошлой неделе на очередном заседании Кабинета Министра Украины Арсений Петрович Асенюк снова занялся своеобразным лоббированием торговых сетей, продающих негазовые котлы для отопления. И в этот раз прозвучали слова о необходимости перехода на такой энергоноситель, как электричество. Я хорошо помню лето прошлого года, когда Арсений Петрович уговаривал население пользоваться электрокотлами. Некоторые повелись, раскошелились, установили, пришла осень, потом зима и начались веерные отключения. Что говорили пострадавшие от новаций правительства, повторять не стану. У экрана могут сидеть женщины и дети. Может что-то изменилось за прошедшее время, чего-то не увидел, что-то упустил, вроде бы нет. Внутри домовые электросети не меняли, новые кабеля к домам не прокладывали. Следовательно, ситуация, к примеру, в историческом центре Одессы, где живу, явно не изменилась, как и в других районах Южной Пальмиры, после того, как опросил своих коллег, у которых квартиры на Черемушках, Вузовском, Молдаванке и так далее. Впрочем, убеждаю себя, наверняка есть зиги в поставке энергетических сортов угля на тепловые станции. Пошерстило мнение экспертов в украинских деловых изданиях. Пишут об опоздании в заготовке угля на зиму. Кое-кто надеется, что успеют переоборудовать ТЭЦ под импортный уголь из той же Польши. Но царит скепсис, поменять оборудование на теплоэлектроцентралях дело затратное и хлопотное. Причем речь ведут не о месяцах, а о годах. Да и главного пока не видать. Что делает антимонопольный комитет Украины, супротив главного монополиста компании ДТЭК, принадлежащей Ренату Леонидовичу Ахметову? Такая же непонятка и с использованием добываемых в стране 18 с лишним миллиардов кубов газа. Куда и на что он уходит? Насколько я помню, во времена, когда Арсений Петрович Исенюк был в оппозиции, свои спичи по ситуации в этой серии, он начинал словами, что Украина может обеспечить бюджетниковое население собственным энергоносителем, его вполне хватает. Если это так, то почему те монологи не перешли из слов в дело? И еще один вопрос, на который я не могу получить внятного ответа. Почему потребитель должен, пусть частично, платить за установку счетчиков, как тепловых, так и газовых, в домах и квартирах? Разве это не забота поставщика, желающего получить точные цифры потребленного топлива и тепла? Впрочем, традиция у нас такая в стране. Обещать можно и надо в борьбе за власть. Когда сел в кресло, к чему себя напрягать пустяками?